Новый вид энцефалитных клещей исследуют биологи в Академгородке. Гибрид членистоногих нонсенс с научной точки зрения. Его просто не может быть. Однако природа доказывает обратное. О том, чем малоизученные клещи грозят человечеству. Сергей Толмачев. Их очень много. В этом году вообще в Академгородке, судя по всему, из-за того, что очень теплая весна, клещей очень много. Но в этот раз клещей необычных. Природа скрестила два вида. И от каждого в результате селекции получила лучшие качества для выживания. Клещ таежный является более восприимчив к не очень благоприятным условиям среды. Для него образование гибридов с клещом Павловского, которые более устойчивы к этим неблагоприятным воздействиям, является в определенном смысле благом. Таюжный клещ паразитирует на крупных реколетающих. Человек, лось, корова. А клещу Павловского достаточно бурундука. У этих членистоногих и размеры разные. Поэтому биологи разводят руками. Получить такой гибрид – все равно, что скрестить слона с альвицей. Было показано, что теоретически они не должны скрещиваться. У них морфологические характеристики такие, что они скрещиваться не должны. Почему? Ну, у них, скажем так, особенности полового аппарата такое, что им скрещиваться между собой проблематично. Кусают, как и чаще всего в природе, самки. Им нужно напитаться кровью, чтобы потом успешно отложить яйца. Самец тоже может впиться, но его укус останется незаметным для человека. Но достаточным, чтобы заразить. Клещ переносит около 30 болезней. Самый опасный – энцефалит и боррелиоз. От первой есть вакцина, от второй – нет. Оказалось, что при попытке и испытании таких вакцин, попытки были в Соединенных Штатах Америки, в Австралии. К сожалению, в очень большой доле возникают аутоиммунные заболевания у вакцинированных. И поэтому эти вакцины сняли. Зато боррелиоз легко лечится. Лечится антибиотиками. Лет 30 назад клещей в лесах пытались травить. В итоге погибли птицы и насекомые. А через два года популяция клеща восстановилась полностью. Бороться с ним химическими методами бесполезно. Биологи говорят, если укусил, сжигать его не нужно. Обязательно отнести в лабораторию. И ищут комбинации антибиотиков, которые помогут выработать антитела против нового гибрида. Сергей Толмачев, Константин Менин. Новости ОТС.